МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня я, старший научный сотрудник Славянского отдела Крачево-Черкесского института гуманитарных исследований, познакомлю вас с некоторыми колыбельными адыгских и русских народов. Удивительным явлением в фольклоре любого народа можно считать колыбельные песни, появившиеся еще на заре человечества и влияющие не только на сон маленького человека, но на его дальнейшее развитие. Благодарю незатейливой монотонной мелодии, повторяющимся словам, колыбельные песни легко выполняют свою главную функцию. Под них ребенок успокаивается, быстро засыпает. Поэтому большинство исследователей, выделяя колыбельные песни как жанр детского фольклора, а именно материнской поэзии, прежде всего отмечают эту его роль. Значение детского фольклора в омственном и физическом развитии ребенка трудно переоценить. Так он, по мнению доктора биологических наук Владимира Леутина, через ознакомление с окружающим миром, через развитие речи, формирует мыслительные процессы, что ведет к созданию связей между нейронами и непосредственно развивает мозг ребенка. Благодаря использованию на ранних стадиях развития ребенка различных жанров устного народного творчества развивается не только способность к мыслительным процессам, но и психологическая устойчивость к изменениям в окружающем мире, с которыми мать знакомит ребенка, опосредованно через содержание фольклорных произведений, в том числе колыбельных песен. В них закодированы знания о внешнем мире, которые пробуждаются в памяти на генном уровне. Доктор филологических наук Ирина Карабулатова, в центре исследований которых находятся колыбельные песни народов Сибири, отмечает в своих работах, что дети, у которых генетическая память не разбужена, гораздо труднее адаптируются в жизни и в обществе, медленнее развиваются. Этническая идентификация закладывается в ранние годы жизни различными жанрами детского фольклора, в том числе колыбельными песнями. Пусть сегодняшние родители совсем не знают слов старинных песен, но опевают о нем именно ту самую старинную традиционную мелодию, которую им пели бамы, бабушки, прабабушки, наши предки. Напев их, их ритм у каждого народа свой. Так мелодия кубанских казачьих колыбельных песен отличается от адыгских. Это объясняется языковыми различиями. Но изначальные сюжеты колыбельных песен – жизнь, смерть, свой, чужой, а также пожелания ребенку здоровья и богатства – одинаковы у всех народов. Здесь колыбельные песни выступают как заговоры о береге, заклинания на счастливую жизнь. Желания всех матерей мира по отношению к детям одни и те же. Но вот сюжеты песен разные. Наряду с положительными героями – котик-каток, заюшки, зайки, гули-гуленьки – сосуществуют представители враждебного мира – серый волк, бука, бабай, мамай, смерть. Так в спокойной и счастливой ситуации колыбельных песен врывается реальность. Баю-баю-баю-бай, приходи, старик-бабай, приходи, старик-бабай, коням сена не давай. Кони сена не едят, все на Ванечку глядят. Ваня спит по ночам и растет по часам. Баю-баю-баю-бай, не ходи к Ване-бабай. Среди русского народа, в том числе казачества, широко распространены колыбельные песни о Бабае. А что это за персонаж? Когда он появился в материнской поэзии, до сих пор спорят. А, бай-бай-бай, не ходи-ка к нам, Бабай, не ходи-ка к нам, Бабай, я тебе Колю не отдам. А мы его не отдадим, у нас Коленька один. Этот персонаж в колыбельных пугает детей, пытается их отобрать, но поющие требуют. Не ходи к нам, Бабай, в одном варианте – моего Сашу не отдам, в другом – я тебе Таню не отдам. Но существует и колыбельная, в которой Бабаю готовы колотушек надавать. Бай-бай-бай-бай, придет Серый к нам, Бабай, а я там у Бабаю колотушек надаю. Колотушек 25, наша Таня будет спать. Но ни в одном варианте ребенка, находившийся под защитой взрослых, Бабаю не отдают. По Далю, Бабай – это старик. Это производное от слова «баба» или «бабай» – дед, дедушка, старик, иногда в значении детского пугала. В материалах к словарю кубанских говоров также отмечается, что Бабай – это существо наподобие домового, которым пугают детей. В темноте Бабай прячется. Не будешь спать, он придет и заберет. В современной науке Бабай – дед, старик, относится к диалектизмам русских говоров. И этимологи также возводят его к тюркскому взаимствованию. Баба – отец, дед. Чаще всего связывают это с периодом татаро-монгольского ига, когда русских людей обращали в рабство. Доктор филологических наук Владимир Головин отмечает другого героя колыбельных – Мамая. По его мнению, имя Мамай всегда связывается с татаро-монгольским нашествием. Сравните фразеологизм, как Мамай прошел. Но в то же время Головин считает, что использование имени Мамая в колыбельной песне прежде всего связано не с историей, а с его фантастической близостью со словом Бабай и с тем, что он представляет рифму к маркеру «бай-бай». По образу и функциям редкий в колыбельной Мамай идентичен Бабаю. Без последнего в жанре не появился бы первый. «Баю-бай, баю-бай, приходил вечер Мамай, говорит Ванюшку дай, мы Ванюшку не дадим, Ваня надобен самим». Тяжелый период татаро-монгольского ига отражен и в русской колыбельной. «Татары шли, ковылю жгли», отдельные мотивы которой бытует в среде кубанских казаков. Сама колыбельная напоминает балладу, описывающую семейную драму. «Татары шли, ковылю жгли, кашу варили, поевшей кашу людей делили, а-баю-бай, а-баю-бай». Далее в форме колыбельной рассказывается, как старуха, попавшая в плен, попадает в семью татарина, взявшего ее ранее полоненную им дочь в жены и становится нянькой своему внуку. «Сторонюшка при бауточке говорила ему, вот, деточка, ты по батюшке татарин сын, а по матушке ты внучек мой, а-баю-бай, бай-бай, бай-бай». По сюжету родная дочь отпускает свою мать на Россию. Для народов и русского, в том числе казачества и адыгского, большим потрясением стала Кавказская война, которая в то время оказалась самой кровавой и по масштабам боев, и по людским потерям. Она перепахала людские судьбы, оставляя горькую память о себе, в том числе и в колыбельных песнях. Всю свою боль души вкладывает кабардинская мать в колыбельную песню, в которой отражена тема войны. «Ой, птенец мой, ой, сосунок, невеселые дни настали, несладкое сосешь молоко, но в люльке расти, вырастай, окровавлена твоя земля». В этой песне мать заклинает сына любить свою отчизну, защищать ее. «Ты люби свою страну, мать умрет, не умрет Родина. Как один без матери останешься, станет тебе матерью Родина. Наследством сабля отцовская. Ею отплатишь за кровь отца, ею Родине пособишь». В Кабардинской колыбельной родная земля, обогренная кровью героев, павших за ее свободу, выше всех нравственных ценностей. Плачущая мать ставит перед собой цель. Буду теперь героя растить, бесстрашного богатыря, Кабарде моей защитника. В эти же годы, сначала среди терских и кубанских, а затем среди казаков всей России, распространяется казачья колыбельная Михаила Юрьевича Лермонтова. Написано им в 1838 году на Кавказе, на берегу реки Терек. Есть мнение, что эту песню Лермонтов написал, услышав, как в станице червленной казачка напевает колыбельную своему ребенку. «Спи, младенец мой прекрасный, баюшки бою, Тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою». Эта песня вторит кабардинской колыбельной, рассказывая о судьбе отца воина и загадывая будущее маленького сына. Сам узнаешь, будет время, бранное житье, Смело вденешь ногу в стремя и возьмешь ружье. И так же мать переживает за сына. «Стану я тоской томиться, безутешно ждать, Стану целый день молиться, по ночам гадать». Это не просто стихотворение Кавказской войны, а это истинно народная колыбельная песня, в которой проявляются фольклорные символы и сюжеты. Поэтому Лермонтовская колыбельная распространилась среди всего российского казачества. В станице Кавказской была записана колыбельная по ее мотивам, уже как народная, в которой после Лермонтовского четверостиши пелось, и десница озаряет светлым огоньком. Спи, дитя мое, спокойно, сладким-сладким сном. Интерес для исследователя представляет другая колыбельная песня, а именно моздокских кабардинцев. Казачий сын и в то же время моего мальчика убаюкиваем. Почему казачий сын? Это связано с саталычеством или что другое? И в этом исследовании нам помогают историки. Может, эта песня пелась сыну терского казака, которого воспитывали в семье моздокских кабардинцев? Ведь многие исследователи, в том числе кандидаты исторических наук, Наталья Георгиевна Соловьева, филологических, Антонина Викторовна Шишканова, отмечают развитие и широкое распространение среди народов Кавказа, как и на территории современной Карачева-Черкесии, куначества и аталычества, когда в чужие семьи отдавались на воспитание на некоторое время дети. Есть и другая версия. Так доктор исторических наук Наталья Великая отмечает, что согласно письменным источникам, уже в XVI-XVII веках установились непосредственные связи кабардинцев с казаками, проживавшими в бассейне реки Терек. Служилые инородцы, долгие десятилетия находившиеся под началом кабардинских владителей, князей Бековича и Черкасских, в дальнейшем составили ядро Терско-Кизлярского войска, образовано в 1735 году. Оно поставляло лучших разведчиков, проводников, переводчиков. Уже в 1765 году, во времена основания Моздока, под командованием кабардинского гуркока при крещении Андрея Кончокина, была создана из крещенных кабардинцев и осетин моздокская казачья команда. Так может, это песня казаков из кабардинцев-христиан? Думаем, что эти две версии могут вполне сосуществовать. Есть еще одна колыбельная песня, которая посвящена гражданской войне, репрессиям против казаков. Среди казачьих иммигрантов в Канаде была записана колыбельная по сюжету «Казачья колыбельная» Михаила Юрьевича Лермонтова, в которой рассказывается о судьбах казаков, попавших в жернова репрессий. Скорее всего, эта песня имеет своего автора, но редакция отметила ее как народную. С первых же строк мать называет сына «младенец мой несчастный» и просит его помнить, что сатрап кремлевский снял с отца кинжал, отобрал и дом отцовский, нас в колхоз загнал. Твой отец, как сын Кубани, был убит в тюрьме. Дед твой где-то за границей далеко живет, он тоскует о станице, коммуну клянет. И надеется так же, как габардинская мать, что когда сын вырастет, то он вместе с дедом отомстит за смерть отца, освободит родную землю. Если будешь за границей, дедушку найдешь, после жарких битв в станицу вместе с ним придешь. Спи, младенец мой прекрасный, Баюшки в бою, Тихо смотрит месяц ясный В колыбель твою. Стану сказывать я сказки, Песенку спою. Ты ж дремли, закрывши глазки, Баюшки в бою, Баюшки в бою. Так, на примере колыбельных песен, адыгов и русских, можно отметить, что исторические события, оставившие глубокий след в народной памяти, отражаются не только в эпических жанрах, но и в материнской поэзии, относящейся к детскому фольклору. Я хочу сказать, что и сейчас мы можем встретить образ Бабая. Например, в Луганской народной республике и в Донецкой народной республике служил казак, который называл себя Бабаем. И он говорил о том, когда его спрашивали, а почему Бабай? Он говорил, потому что он, несмотря на то, что он страшный, с бородой, лохматый, он все равно добрый в душе. И он приносит именно добро. К этому же образу обращался и рэпер Драга. Есть тоже песня об этом казаке Бабае. Очень интересна группа, дуэт и Васи, которая тоже обращается именно к колыбельной о Бабае. Так образ Бабая, который у нас, как считают историки, как считают филологи, пришел к нам именно со времен татаро-монгольского ига, появился и в наше время. И обыгрывается другими различными исполнителями. В казачьей колыбельной песне Михаил Юрьевич Лермонтов написал мелодию сам. Но, к сожалению, эту мелодию потеряли. Сейчас в наше время существует 30 мелодий этой песни. И это значит, что в каждом регионе, в каждой части огромной большой России, нашей страны, существует своя мелодия для казачьей колыбельной песни. Алтайские казаки поют ее на свой мотив. Кубанские казаки на свой. То есть получается, что эти слова имеют такое большое распространение среди казаков, что они к ней пишут свою собственную народную мелодию. Среди казачьих иммигрантов в Канаде была записана колыбельная по мотивам казачьей колыбели Михаила Юрьевича Лермонтов, в которой рассказывается о судьбе казаков, попавших в жернова репрессии. Эту песню, скорее всего, написали те казаки, которые попали за границу. они вспоминали свои сожженные станицы. Они помнят о том голоде, который обрушился на их родных. Когда во время репрессий комсомольцы, коммунисты ходили по дворам, особенно по тем, в домах которых видели, что над трубой вьется дымок и считали, что там готовится пища, приходили в эти дома и разбивали казаны, выливали пищу на пол для того, чтобы казаки вымирали, просто вымирали. Они вспоминали о том, как станицы были окружены красными частями, как оттуда выгоняли мужское население, как их расстреливали. Вот эти все воспоминания они вложили в слова песни не просто песни, а колыбельной песни, скорее всего для того, чтобы их дети помнили о том, что происходило в их станицах. Сегодня была с вами я, старший научный сотрудник Славянского отдела Карачево-Черкесского института гуманитарных исследований. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин